Здравствуйте, друзья! Как на подводной лодке работает гальюн? На субмарине многое делается не так, как привычно обычному человеку. Сейчас посещение корабельного туалета на подводной лодке не требует больших физических, а главное, умственных усилий. Здесь я расскажу вам о том, как подводники Второй мировой справляли нужду на примере немецких подлодок. Корабельный туалет или по-морскому гальюн спроектирован с учетом пребывания в море, поэтому отхожее место действует по иным законам, чем на суше. К примеру, унитаз там должен оставаться сухим, пока им не воспользуются, иначе при качке вода из него просто выльется. А после того, как моряк сделал свое дело, плоды трудов нужно смывать с помощью ручного или электронасоса, отправляющего их в специальную цистерну-отстойник. Когда субмарины появились на свет, если лодки находились под водой, их экипажи или испражнялись в ведро, или ждали всплытия, чтобы сходить по нужде на верхней палубе. К началу Второй мировой войны гальюны на подлодках стали более совершенными. Правда, пользование ими требовало навыков и четкого следования инструкциям. Хороший тому пример – правила хождения в гальюн на немецких субмаринах. Подлодки седьмой и девятой серии были рабочими лошадками Крингсмарины в Атлантике, и семерки и девятки имели два гальюна, но в походах использовался лишь один, так как второй служил провизионкой. В результате на полсотни человек экипажа приходился один унитаз. Но даже его можно было использовать по назначению, лишь соблюдая три условия. Во-первых, не ходить в гальюн, когда лодка находится на глубине свыше 45 метров, так как заборное давление могло вывести систему смыва из строя. Во-вторых, не использовать его, когда лодка ведет бой в подводном положении. Считалось, что акустик на вражеском корабле может засечь субмарину по звукам, издаваемым туалетными насосами. И в-третьих, каждый зашедший в гальюн член экипажа субмарины был обязан записать свое имя, дату и время в специальном журнале. Если что-то пойдет не так, все будут знать, кого нужно звать на уборку сотворенного безобразия. Если подводник захотел до ветру, думаете, он сломя голову несется в гальюн? А вот и нет. Как бы ему не приспичило, сначала он должен был доложить о своем желании инженеру-механику лодки и, только получив добро, отправлялся по надобности. И ничего удивительного тут нет. Ведь инженер-механик контролировал все технические процессы на подводном корабле, включая работу его сантехнической системы. После того, как моряк завершал свои дела в гальюне, он должен был проделать следующие манипуляции. Сначала проверял, что забортный клапан цистерны накопителя закрыт, а внутренний, соединявший унитаз с ней, открыт. Затем он начинал работать ручным насосом, перекачивая содержимое унитаза в накопитель. После закрывался внутренний клапан, а забортный переводился в положение открыто. И только тогда нужно было продувать накопитель, сбрасывая нечистоты за борт. После завершения операции клапаны приводились в прежнее состояние, и довольный собой подводник делал запись в журнале «Покидая гальюн». На современных надводных кораблях все намного проще, там есть гальюны для матросов и туалеты для офицеров. И главная проблема уличного состава – успеть добежать до этих заведений. А мы и так живем хорошо, весело. Автор статьи – Бор Один. Люди имеют право знать все точки зрения.